виталий приветствую тебя очередная неделя первая встреча и как и всегда говорим на рынках тех инструментах которые сейчас включаются скрывают самые интересные возможности делимся в общем информации с нашими подписчиками и теми кто следит за именно нашим совместным таким аналитическим подходом контентом который готовится как раз для того чтобы помочь всем вам друзья кто ищет информацию разобраться в том что на рынках есть сегодня у нас встреч после заседания фрс сожалению под конец недели так график у нас построен что четверг пятницу мы с тобой эфиров не проводим и не можем обсудить вот совместно что там в плане того фона который складывается именно на конец среды так вот друзья на прошлой неделе ключевое событие в заседании фрс и я обещал двух словах сказать о его итогах но я думаю что если можно перейти если вы сейчас откроете графика индекса доллара и посмотрите собственно те же саму где мы были и во время нашего прошлого эфира с виталием и собственно и понедельник уровня на котором если закрыть глаза и просто взять за основу диапазон значение которое мы видим сейчас они принципе для индекса доллара уже характерно довольно таки давно о чем это говорит о том что у фрс пока что не смог убедить реально мощную силу если говорить о капиталах каких-то влиять трейдера что скоро будет удосточение и также еще он не смог окончательно разубедить тех кто считает что решение об отказе стимулов будет отложено на неопределенное время что это реально поэтому мы видим то что индекс доллара входит вверх-вниз там диапазоне сейчас вот это четырехчасовой таймфрейм диапазоне 30 пунктов сейчас котировки 93 36 новых сделок и здесь с моей стороны не будет но я на долгосрок продолжать держать этот актив в портфеле и считаю что все-таки мы увидим индекс доллара пониже что касается основных выводов и итогов заседания фрс то что он если фундаментальный фон улучшится настолько что фрс может говорить о реальных победах на рынке труда и в отношении стабилизации инфляции тогда программа количественного смягчения скректирует примерно ожидается что это произойдет в конце этого года даже есть дорожная карта я кстати поддерживаю что в ноябре на ноябрь заседание фрс может анонсировать изменения со следующего заседания и встречи седание будет декабре уже в декабре принять фактическое решение а скректировать программу количественного смягчения на 15 миллиардов вот поэтапно будет выход из программы 15 миллиардов это 10 миллиардов которые идут на покупку казначейских облигаций 5 миллиардов на покупку ипотечных и получается что если такой сценарий выгорит то программа количественного смягчения будет свернута к августу следующего года и тогда уже можно говорить о сроках повышения процентной доставки но до ноября еще много времени поэтому я предлагаю продолжать следить за статистикой за тем как ковид влияет на мировую экономику как на мировую экономику повлияют риска потенциального и все еще актуального банкротства и дефолта evergrande вот о чем мы с тобой говорили некоторое время назад ты касался этой темы в качестве такого глобального риска я действительно поддерживаю история покажет станет ли evergrande вторым lemon brothers но этого еще никто не знает и вообще очень много неопределенности сейчас вокруг этой компании в частности с графиком погашение ее обязательство опять же последний транш должен был прийтись на четверг 85 миллионов долларов буквально до пятницы во многих источниках информации я видел то что компания исполнила свои обязательства и погасила платежи по облигациям сейчас вот на рынке ровно такое же количество информации огромное но уже о том что не было на самом деле никаких погашений и многие акционеры сейчас возмущаются почему эту информацию утаивают опять же от общественности что компания не исполняет свои обязательства в общем я думаю что этой темой мы будем касаться тобой все чаще и чаще и пока в принципе не отпустит этот долговой кризис а может быть не отпустит долгое время так рынок нефти хорошо что прошлый раз вышел по на безубытку безумный рост и причем фундаментальный фонд все тот же запасы вроде бы как улучшение рыночных настроений если смотреть на роста фондового рынка хотя я не уверен что настроение улучшились настолько что можно было бы говорить о всех решенных глобальных проблем ковид остался эвергрант опять же на повестке то есть не согласен я с теорией того что бренд сейчас находится на перевалочном пункте дальше будет 80 85 по бренду и гораздо выше но есть то что есть рынок забрался очень высоко и у меня пока нет идей как и что с ней может произойти дальше может быть у тебя точка зрения плане техники так что касается рисковых активов за которыми параллельно следим это европейская валюта которая сейчас локально снижается поддержка 1.17 очень хочется купить евро доллар ну как и раньше с уровней понижен примерно 1.1650 буду ждать именно снижение дату по британской валюте сейчас котировки 136 68 жду все-таки развитие дальнейшей нисходящей динамики сделка селл стоп с уровнем 136 50 как раз на пробой вот этого уровня начистотка который виден с целями 1.35 и стоп лоссом на уровне 1.37 так еще были рекомендации по золото кстати тоже была сделка я рекомендовал покупать отметки от 1770 и стоп лоссом на 1660 здесь выдержали немножко ну не достигли стоп лосса вышли вверх и по безыбуткой закрылся я сегодня предлагаю снова сделку покупку золото после теста вот как раз 137 сходящей средней в расчете на дальнейшее восстановление это уровень 1763 туда можно поместить buy stop с стоп лоссом 1753 и take profit там на отметке 1795 кстати о важнейших событиях этой недели странно что нонфармы перенесли на неделю вперед я думаю что 1 октября 1 пятница месяц они должны быть но скорректировали опять же экономический календарь надо посмотреть почему хотя еще когда я смотрел события этой недели в пятницу нонфармы еще были помещены на 1 октября сейчас уже на 8 октября важное событие это форум европейского центрального банка в среду и важное но почему потому что на нем будет выступать пау конечно же будет говорить о политике фрс процентных ставках и программа количественного смягчения может быть как раз заранее то событие которое недооценивается и станет тем самым мощным триггером скачает индекс доллара и поможет все таки трейдерам дальше определиться что он делал но посмотрим среду еще раз обсудим этот форум ну давайте начнем видно рабочий экран у тебя скользящий средний да или что это да 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 добавил ну скажем я их раньше использовал данные средний скользящий и добавил добавил их на прошлой неделе по некоторым инструментам только чтобы посмотреть вот именно по нефти добавлял напомню на прошлой неделе говорили о каких-то шортах я я получил стоп лосс по по нефти анализировал причины почему инструмент ушел лонг там было все понятно больше даже было скажем признаков на то что инструмент пойдет лонг но скажем как-то уперся в шорт хотя понимал это ну первое это трендовая да у нас вот этот тренд который там за последний полтора месяца идет роста мы на прошлой неделе вот данный тренд ровно тестировали скажем вот ложно и закрывались там середина недели выше данного тренда да поэтому здесь было нелогично входить шорт я даже заходил был в не помню четверг до по данному инструменту здесь было нелогично заходить как бы как бы вот так плюс если посмотреть на трендовый мы мы здесь зеркально удерживали в районе там часа 960 это полай да плюс средний скользящий 50 и и 100 очень хорошо легли а если посмотреть вообще на более мелкий там фрейм да там у меня все время было 50 это розовый цвет сотка хотя ранее использовалось там 144 синий и 200 это красный цвет ну еще зеленый иногда двадцатку использую мы тоже ровно здесь ложились на трендовые на средний скользящий то есть еще показал один момент что нельзя шортить данный инструмент и на четырех часовиках аналогично все показывал на рост как бы анализировал скажем добавил такие новые фильтры пока по нефти у меня вне рынка возможно скажем какая-то будет коррекция по данному инструменту паттерна каких-то на шорт или на лонг нету мы вот это накопление выстрел был наверх сейчас если какой-то импульс вниз нарисуется то можно будет говорить дальше о шортах или вот допустим по бренд мы даже перебили если не ошибаюсь максимума да мы по бренд обновили максимумы которые были у нас позапрошлом месяце это семьдесят семь и восемь за этим уровнем стоит понаблюдать если будем данный уровень скажем ложно рисовать какой-то ложный пробой то можно будет говорить о какой-то нисходящем движении на коррекцию по по данному инструменту так пока вне рынка по данному активу дальше что еще обсуждал кстати добавил средние после 500 в прошлый раз я говорил что по сэнпи 500 вот здесь на минимумах мы кстати вот это минимум сотку как раз тестировали мы ранее пробили двадцатку и пятьдесятку и говорил что очень очень похожая формация по по сэнпи 500 здесь на минимумах как было в июле текущего года она в принципе на других и на других месяцах на минимумах то есть август то есть аналогично там на часовиках очень красиво видно здесь импульс такой наверх то есть и там просто одинаковые паттерны что в июле что в текущем месяце сентябре на показывали на лонг что возможно было покупать данный актив плюс кстати мы как игра в прошлую среду общались утром я после нашей битвы там на одном ресурсе читал информацию по поводу розничных трейдеров которые влили максимум покупок там за последнее время ну я думаю большинство знают что на всех просадках которые там показывают s&p 500 там nasdaq вот именно по этим двум активом и киев на s&p 500 и nasdaq были максимум влиты вот на этих минимумах то есть розничные трейдеры выкупают все просадки которые есть на рынке ну кроме крупных игроков они скажем таким не занимается ни наоборот на текущий момент и генерируют скажем кэш на своих счетах по максимуму скажем потихоньку избавляется то же самое эти розничные трейдеры делают по по криптовалютам там почему так после каждых каждой просадки криптовалюта улетают там достаточно сильно но пока поэтому такой момент то есть достаточно много влили поэтому за счет этого рынок хорошо подрос то есть первая техническая картина была показала о возможных покупках которых я говорил как вариант если вы настроены на покупки и толпа разгоняет рынок скажем и такие суммы там не помню 800 миллионов или там полтора миллиарда где-то вот на покупают там через ekf и через опционы и так далее поэтому пока рост посмотрим что дальше будет возможно коррекция так у меня что-то сейчас моргает экран ладно что-то что-то глючит или система давайте в двух словах пока текущих каких-то сделок у меня нету пройдусь по валютам сейчас экран не могу переключить но двух словах поддерживаю снижение роста по фунту снижение пара по фунт доллару но желательно скажем чтобы мы сегодня удержали пятничное снижение которое у нас было то есть это в районе там возможно поставить лимитку ну желательно уже лучше вторник во вторник шортить посмотреть как закроется дневка или как вариант рискованно можно поставить сел лимит 1 37 37 да стоп лоссом 1 37 50 за хай четверга то есть поставить стоп лосс снижение в район там 36 и вторая цель этот при пробое там уровня поддержки 36 это 35 что касается других инструментов напомню на прошлой неделе я покупал евро доллар в районе извини перебьюти ты можешь включить выключить картинку а то чуть подвисло а вот проблема в том что я не могу как раз или эта система но у меня все график видно график и сын пи просто сейчас а я не могу даже вот у меня просто моргает экран почему-то я просто двух словах расскажу все понял тогда давай на на сколько вас применим по нас да то есть по фунту показа шорт аналогично но я бы больше уже конкретно шортил фунт во вторник утром смотрел как сегодня закроется день но рискованно можно лимитку сказал 1 37 выставить по евро доллару аналогично на прошлой неделе я покупал данные активы в районе 37 мы немножко отскакивали там 50 пунктов плюс минус на текущий момент за шорт по данному активу но скажем все что ниже по евро доллару 1 17 50 1 17 60 я по данному инструменту за шорт пока шортить не буду только только по фунту снижение там в район там один как ты ожидаешь там 1 16 50 возможно 1 16 и думаю мы уйдем там 1 15 и ниже по данному инструменту но при пробое 1 17 50 и закрепление выше возможен какой-то рост по евро доллару и достаточно сильный поэтому я буду за ним наблюдать конкретные сделки возможно будут там вторник среда по данным активам потому что мы в принципе по евро доллару нарисовали в четверг достаточно сильный импульс наверх и посмотрим что этот импульс означает разворот данного инструмента или какая-то возможно коррекция там повыше уйдет сложно сказать потому что по всем валютным парам там евро фунтов с риски доллар новозеландские одинаковые картины и они смотрятся за снижение но есть варианты и и разворотов поэтому пока осторожно буду но это вот так понял виталий спасибо за комментарии ну что давай тогда как и всегда наблюдать и следить рынке покажет нам какие уровни являются более оправданными уместными для него но следующий эфир встречи встречи в среду еще раз актуализируем все наши взгляды фундаментально технически оценивать новую ситуацию и друзья поможем вам разобраться всем что делать на рынках дальше виталий спасибо тебе хорошей недели до среды пока пока удачи